Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Таурте и Школа Магического Таро Аратрон. Я поздравляю всех вас с наступившим Новым Годом, с Рождеством, со Старым Новым Годом. Желаю вам всего самого-самого прекрасного. А сейчас я расскажу вам о волшебном рецепте, как можно в эти магические дни, которые у нас продлятся до 20 января, использовать алкоголь для того, чтобы сделать свою жизнь лучше, прекраснее, волшебнее, исполнить желание и все тому подобное. Поэтому я и сижу среди такого количества бутылок, чтобы вы не подумали чего-то плохого. Итак, каждый алкоголь, каждый вид алкоголя состоит из своих ингредиентов и, соответственно, от этого зависит его направленность, его энергетическое воздействие, его энергетическое влияние. А так как мы с вами будем все очень много пить практически весь январь, то нужно, чтобы алкоголь был не просто способом повеселиться с друзьями или нанести удар своей печени, а чтобы алкоголь еще мог помочь вам заколдовать что-нибудь. Итак, не пьем просто так бессмысленно, а пьем со знанием дела. И начнем мы с вами с шампанского, то есть это игристые вины. Вот здесь на столе передо мной стоит кава, которую я очень люблю на самом деле, то есть это испанское шампанское. Все игристые вины обладают свойствами, они игристые, у них даже название такое. Поэтому они обладают свойствами приносить в жизнь удачу, везение, легкость, радость. Вот знаете, такая гусарская жизнь в некотором смысле. Но если серьезно, то это действительно для легкости, для радости и для удачи. Поэтому не пейте просто так шампанское в Новый год или в Рождество или на Старый Новый год или вообще когда-нибудь заговорите его. А делается это очень просто. Ну, во-первых, вы можете вот здесь, на дне бутылочки, видите, вы можете здесь взять ручечку и написать там фломастером какое-то свое желание или какую-нибудь молитвочку для тех, кто знает какие-нибудь магические, допустим, символы, поставить сюда магический символ. Дальше вы берете бутылочку. Ваша задача включить в ее энергетику своего желания. И вы мысленно вот так, да, вы собираете ладони перед бутылкой, вы думаете о желании в этот момент, да, если вы хотите удачи, вы хотите, чтобы вам повезло, там, не знаю, в покупке машины, в покупке дома, в любви, просто привлекаете удачу. Вы соединяете ручки, вы вот прям представляете себе, как вы эту энергию накачиваете в ладонях и делаете, думая об этом, вот таким образом, как бы вливая эту энергию в бутылку, вы делаете семь движений. А дальше, когда открывается шампанское, вам уже будет трудно заговорить. На самом деле, конечно, через пробочку нам, в принципе, магам все равно. Но когда уже открыто, легче. Если есть возможность заговорить шампанское, когда вы разливаете бокалы или открытую бутылку, в этом случае вы просто берете бутылочку и заговариваете ее любой какой-нибудь прекрасной молитвой. Это может быть, например, любимый нами всеми 22 псалом. Он не совсем, конечно, про удачу, но, допустим, это может быть, да, просто обращение к высшим силам. Вот вы просто попросили, вы составили свою собственную молитву, так как это очень волшебное время, в него все сбывается. Поэтому просто составьте свою молитву, попросите высшие силы, а потом вот так ее, да, вот эту энергию влейте в шампанское. И когда вы будете разливать, а если еще, например, рядом с вами сидит человек, от которого зависит эта ваша удача, то вы прям, наливая ему шампанское в бокал, думайте об этом, прямо думайте, думайте, думайте. И когда он будет пить, следите, думайте, думайте, думайте. Это у нас так, про удачу любовную, да, но на самом деле это действительно тот вид алкоголя, который с помощью своей энергетики привлекает легкую радостную жизнь. Идем дальше, у нас еще много алкоголя. Ну вот давайте вот эту возьмем бутылочку. Это такой прекрасный ром, один из лучших ромов. Он ходит в пятерку лучших ромов мира. Это ром закапа. Но это касается всех ромов. Если вы любите какие-то другие, то на самом деле, пожалуйста. Но ром, как вы помните, кубинский ром делается на бедрах кубинских женщин. Это нигерийский ром, наверное, он делается на бедрах нигерийских женщин. Но на самом деле ром очень серьезный напиток, с очень серьезной составляющей, с хорошей крепостью, с тяжелой плотной энергией. И он связан с социальными программами, с достижением в социуме успеха, с деньгами, с повышением карьеры, с развитием бизнеса. И принцип зарядки уже на самом деле, вы уже знаете, везде одинаковый. Вы можете прямо сделать бутылку талисманом, вы можете ее расписать, если позволяет ситуация. Если это у вас пришли гости, они удивятся, конечно, вашей бутылке рома, расписанной рунами, то вы прямо точно так же на донышке, незаметненько все расписываете, делаете программку. А дальше вы читаете любой денежный заговор, который вы знаете на бутылочку. Ром открыть, это не шампанское, его можно открыть, заговорить. В семь раз читается текст, в семь раз вводится энергия, и после этого вы его прекрасно пьете. Не обязательно выпивать, скажу вам сразу, всю бутылку. Можно пить по чуть-чуть, растянуть удовольствие и растянуть процесс денег. Дальше идем. Вот это такая известная всем текила. Видите, у нас тоже мало осталось, мы ее любим. С лимончиком, с солькой. О, это прекрасно. Так вот, текила, как вы помните, делается из голубой агавы, а это у нас кактусовая. Соответственно, это одна из лучших защитных напитков. Серьезно говорю, с помощью текилы можно на самом деле, даже есть ритуалы, которые включают ее снятие порчи. То есть вы можете ею ставить защиту, вы можете ставить ее на чищение от порчи. Главное, чтобы ваша печень про это поняла. Но если будет еще много лайма, то печени будет легче. Поэтому это лучший защитный напиток и так ее по чуть-чуть обязательно, да, для того, чтобы вот вкачать энергетику, усилить поле и так далее. И все то же самое вы ее заряжаете защитными заговорами или молитвами. Также можете нарисовать на ней защитные талисманы. И прекрасненько себе вот в этот период январский попивать ее с пользой для дела. А вот это, конечно, о-о-о, это мой любимый Куантро. Это ликер. На самом деле ликеры очень редко бывают крепкими. Вот в Куантро у нас 40 градусов. То есть вот из таких, которые сейчас мне приходят на память, Куантро и Бенедиктин. Это два ликера, в которых такая большая крепость. Обычно они слабенькие. И ликеры, конечно, это про любовь. И Куантро – это прям про сладкую и страстную любовь. Поэтому ликер у вас, заряженный на любовь, на страсть и на совместную жизнь, должен быть в январе обязательно. Ну, во-первых, конечно, вообще рекомендую Куантро. Кто не пил, пробуйте. Очень приятно, придя с мороза, чуть-чуть или не чуть-чуть, пригубить с чайком. Это прекрасно. А если он еще у вас заряжен на любовь, слушайте, делайте, в общем, его приворотным. Вот, короче, скатимся до этого. Ваша семья будет счастлива, ваш муж будет от вас в восторге, ваш любимый будет вас обожать. Это то, что нам надо. И также его можно зарядить, не только его люди, любой ликер. Просто я люблю Куантро, поэтому я вам его расхваливаю. Любой ликер на привлечение любви и на, ну, вообще создание пары. Ликеры – это, конечно, вся любовная тема. Вот у меня тут еще стоит царская водка. Если честно, я ее поставила для вида. Я не пью водку. Поэтому я, ну, про водку – это тоже у нас такой антипорчичный, да, силовой, так же, как и текила, силовой напиток. Но если, опять же, хорошая, качественная водка, то она хорошо работает на бизнес-темы. Вот на бизнес-программу ее можно ставить. Ну вот, сегодня у нас такая с вами маленькая экскурсия по алкоголю в январские волшебные дни. Применяйте. Единственное, я волнуюсь за ваше здоровье. Помните о чувстве меры, баланса и гармонии. Всем счастья, страсти, секса, богатства и легкой жизни, как бокал шампанского. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова